я Валентин Томашевский приветствую вас у себя на канале раз уж у нас пошел турнир лавового рыцаря давайте поговорим зачем нам нужен лавовый рыцарь в частности я его сейчас активно утюжу ради так ну вот не ради этого это продать вот собственно какие предметы у меня остались где самое главное да вот набор жестокости правда как видите ничего толкового не упали единственное что есть вот 6 звездочного это сапоги но сапоги на защиту крайне редко такие нужны будут а учитывая что еще и с игнором защиты врага черт его знает в общем не суть вот такие предметы есть я вывел остальное это обычные по ходу крит урон конечно полезно тоже так же как и щит иногда бывает где-то дня 3-4 я уже у лавового рыцаря сижу вот столько предметов нападало по моему штуки 3 наверное было до этого зачем нужен сет жестокость то есть он игнорирует 25 процентов защиты врага если мы будем набирать это дело с помощью сета беспощадность то он добавляет атаку и игнорирует 5 процентов защиты врага то есть если мы одеваем таких три сета сразу потому что он состоит комплект из двух если мы одеваем три комплекта то будет всего лишь 15 процентов защиты врага если мы одеваем комплект жестокости будет 25 процентов и один комплектик беспощадности то будет уже 30 процентов ну и это имеется ввиду конечно герои такие типа холодного сердца и элитного гвардейца потому что у них урон повышается значительно не от атаки а вот крита от крит урона в частности и соответственно если это все еще накладывается на разлом брони на игнорирование брони то они наносят там полтора по два миллиона урона со своего крита ну с естественно с навыка пронзать все сердец у колды и второй навык низвержение у элитного гвардейца ну и раз все равно выходите на лавового рыцаря то есть иногда это надо то забрать комплект серепость 6 звездочный будет очень не вредно то есть вы видите вот если посчитать сколько надо времени чтобы найти 6 6 звездочных предметов из одного комплекта то увидите что я притащил из текущего похода дня на 3-4 я уж не точно не помню простите два эпических и ни одного золотого ну вернее как они были но они все совсем такие говерные что невозможно мы в начале развития аккаунта если вы посмотрите то есть основная идея лавового рыцаря то есть ему надо снять щит там первых 6 уровней подземелья и уровней ему надо пять раз стукнуть по счету чтобы он его отодвинул сторону а дальше уже надо с 10 раз провести атаку по счету и если на стартовом аккаунте там где-то вот недалеко как к примеру вот мой самый худший в этом плане вы возьмете самого героя и посмотрите у кого же есть даже не будем говорить больше трех атак и 3 хотя бы больше двух атак на первом навыке чтобы это можно было часто использовать то вы увидите что таких героев практически нету ну и раньше ситуация такая была что ну нету героев и ладно со временем будут зачем нам этот лавовый рыцарь на низких уровнях то есть и на него никто не ходил просто-напросто а сейчас то есть если есть тургир и если допустим вы смотрите что никто призы хорошие а никто не ходит то можно и поучаствовать в этом не из-за того что дропа который выпадет вам а из-за призов в частности тут у меня вот сейчас очень большая конкуренция в подгруппе и я наверно не буду в этом деле участвовать но все же героя подкачаю на будущее а героя который я хотел поговорить это живодер то есть единственная прелесть что у него на первом навыке три атаки лучший конечно способ это лекарь и колд хэд колда ну не всем они падают ну и вот простая честная команда то есть четыре героя которые бьют по три атаки просто-напросто и все и николас который позволяет им всем не заохнуться раньше времени в частности без контратаки она не очень хорошо играет однако если увидеть тот момент когда они начинают бить уже самого лавового рыцаря то есть третья волна третий раунд и забрать это дело вручную то тут собственно имея алюру убить его уже дальше просто то есть алюра первым навыком срезает полоску лавовому рыцарю и за счет того что у всех остальных скорость довольно высокая нам помогает в этом плане лекарь и соответственно когда мы накладываем и раскол брони и слабость то дальше просто прокликать надо буквально и чтобы этого разбить лавового рыцаря что все ему наносят уже нормальный урон но все равно это занимает какое-то время понимаете то есть пока не дойду до это самое главное тут у меня это пройти первых две волны и это 19 лавовый рыцарь не 20 20 немножко не подходит цвета и не срабатывает не так как мне надо соответственно 20 совсем не стабильный чтобы пройти миссию можно проходить а вот так не очень последний удар давайте что-нибудь на камеру желтенькая вот так все сет с плоской атакой уходит зрительский зал и давайте сбросим таланты холодному сердцу вот одно у меня есть совсем без разлома брони и ему значит пойдем в талант крушитель шлемов с вероятностью 50 процентов игнорирует 25 защиты крит шанс крит урон вампирик то есть когда у него половина здоровья чтобы больше наносила отхиривается дальше на 6 процентов жирным а она у нас будет охотиться исключительно на жирных и с каждым пример базового навыка урон от него поднимается и собственно вот до крушителя шлемов мы добрались давайте потестируем крушитель шлемов вторую ветку возьмем поддержку можно контратаку попробовать но мы пойдем через поддержку нужна меткость меткость на первый выстрел меткость за живого врага пусть и на капельку бонусы за набор у нас там будет крит шанс и собственно проклятие боевые чары продлевая действие любого наложим на автокомбате нам нужно запрет лечения и шанс наложить этот самый запрет лечения остальные таланты несущественные то есть у нас либо в поддержке 10 процентов максимального здоровья лечится но как-то здоровья у него немного вот на 5 процентов больше урона если мало здоровья и с полной шкалой наносит на 5 процентов больше будем надеяться на все что на полную шкалу здесь у нас есть ёжик на 8 процентов раненым больше наносит скорость за каждого врага убитого ну получат они считаются за убитого врага лавовый рыцарь тоже видите его попробуй убей а предыдущие раунды не работают она не так существенно возьмем оппортуниста что у нас еще здесь ну а здесь если мы имеем из процентов шанс нанести не 30 процентов от из урона от максимального здоровья цели то у нас будет шанс перезарядку ну что-то я не верю свою колду что такое может можно взять попроще который надежно 5 процентов сокращает перезарядку но давайте попробуем такой оптимистичный вариант взять собственно все на это все таланты закончились можно сваливать отсюда ну естественно хочу сейчас эту колду проверить как изменился у нее урон на самом бой сколько она будет бить била она где-то ему там триста сорок тысяч я вот особо не не записывал точно цифры сейчас добежим до босса посмотрим вот и главный босс есть я возьму вручную так будет быстрее сейчас мы его вскроем вот она стреляет четыре раза еще последний но не получилось на его снимала собственно все начинаем отбирать дальше уже так сломать не можем надо подождать еще ход просто стреляем давайте не тяните резину так отбираем ходы вот ломаем то есть и броня и и собственно давайте посмотрим какой урон будет 400000 то есть было триста сорок стало четыреста тысяч урона до второго не дожил лава рыцаря божественный лук тут у меня смотрю 4 звездочный черту лава рыцаря давайте поговорим о другом давайте поговорим о том моей попытке добавить немножко лора то есть этот лор существовал этот лор есть он на официальном форуме как попасть на официальный форум и официальный дискорд у меня часто спрашивают поэтому я не устаю об этом показывать здесь сбоку вот панелька здесь есть и форум и дискорд нас интересует форум на русскоязычном форуме вот русскоязычный форум там этого нету поэтому нет смысла туда идти в разделе новости когда добавляются новые герои вот допустим новые герои 15 11 то вместе с описание моих навыков тут обычно много ошибок тут самое начало потому что они потом со временем корректируются и здесь есть и немножко лора и язык такой довольно сложно перевести иногда бывает там может просто это я такой переводчик кривой ну и видео то есть встреча более-менее нормально и я смотрю что очень многих заинтересовало люди пишут вот и даже вот у кого поднимется рука дизы ставить покроете лошадиным навозом видите не так много людей ставила дизы побоялись видимо этой мантры насчет лошадиного навоза ясно но единственно что я в дальнейшем буду делать это пореже то есть не так не выпускать подряд два ролика про лор и там будет только лор соответственно все кому не нравится могут просто это дело не смотреть скипать да и все вот такие вот дела а ну и по мелочам хотел пройтись еще по по моему любимому плариуму то есть у них до сих пор не справлена ошибочка то есть мы когда делаем события поход на подземелье нам надо из подземелья собственно добывать какие-то артефакты а с самого начала игры не устранен глюк когда мы идем мульти бой если у нас продаются артефакты они в этом событии не учитываются соответственно надо отключить идти добывать хоть и мульти бой но артефакты будут падать вам складываться потом вручную их продавать причем выделить все их там нельзя до сих пор в общем такие небольшие ошибки но вот я вчера забыл в частности удивлялся почему у меня не продвинулся и вспомнил вспомнил что оказывается эта ошибка уже сколько месяцев и до сих пор не исправлена ну и раз уже заговорили про события поход на подземелье какие-то здесь призы блин ну не просто их вытащить так то есть я вот за сутки набил 600 очков получается еще мне то есть 1800 если в таком темпе ну как-то может больше повезет из событий хорошо выполняется только за фарены потому что и так и так так же как слава он бы цари вот у меня сейчас я все равно на лава рыцаря хожу поэтому участвую в турнире так из зоом арены то есть крутить как хочешь мы хотим свой большой зал развивать и большой зал покажись и соответственно вот надо что-то на нем постоянно покупать 250 надо то есть я сейчас собираюсь покрасить все желтенькие дальше уже буду смотреть в какую сторону развиваться ну и то есть каждый день забираю все эти фришные что дают далее медали то есть я вот успеваю закончить это событие правда призы тут не божественные ну и также хотел поговорить про довольно интересное сообщение которое проскочило от цириллы то тут нас последнее время удивляют новостями там про утечки про неутечки и прочие глупости давайте все-таки поговорим именно конкретно от комьюнити менеджера новости а утечки оставим этим бабушкам во первых я бы хотела сказать что большинство вещей которых вы упоминали в этой теме упоминались и здесь тем что хотите увидеть их в игре это хранилище героев расширение хранилище героев артефактов перебалансировка героев переделка фракционных войн новые события турниры и также многое другое а многое другое вот что это все появится в игре в 112 то есть совпадают наши желания с их ними действиями но ключевая фраза который очень близко то есть 112 скоро будет и она не только в этом сообщении еще перед этим упоминала что вот буквально мы его ожидаем но пока идет сейчас фьюжн ближайшие слияния то бишь естественно не будет обновления когда он закончится соответственно можно вот как она говорит перекрестить пальчики и ждать далее писаться мотивация почему текущее слияние они сделали специально таким очень хардкорным то есть был брошен вызов настоящим заядлым коллекционерам именно поэтому мы рекомендовали оценить ваши ресурсы еврея проведенная на игру перед тем как принимать участие в этом ультимативном событии с такой наградой ну и будет еще больше событий естественно мы тоже на это надеемся я также хотела бы заверить вас что существующая мета контратаки в игре будет уравновешена новой механикой какими-то навыками бонусами и подобное и поэтому отсутствие чемпиона контратаки в вашей команде больше не повредит ну это еще надо проверять конечно но понятно что они видите идут в этом направлении ну значит со временем что-то будет и далее идет слова про баланс героев и здесь ни слова нету про то что нерфить будут именно она говорит что будут бафать чемпионов которые не справляются и корректировать тех кто нарушает игровой баланс в одной и а то и в нескольких областях игры ну и в последнем абзаце нас уверяют что читает абсолютно все наши комментарии очень стараются чтобы вы остались довольны нашей игрой ну там будем продолжать тролливали это уже не так интересно спрашивали сколько у нас места в клане вот сколько у нас места в клане эти глянем кого мы там бьем вот кого мы бьем и до шестого нам еще когда пекина ползком ну что ж и соответственно вот когда закончится слияние бракуса можно будет ожидать версии 1.12 правда не знаю что то не что будет версии 1.12 вот будет и платиновая лига это все тайна ну вот не так долго осталось проще дождаться на этом все друзья ставьте свой лайкосик пишите свой четкий коммент пока пока